Друзья, у нас сегодня с милкой с ребятами. Сейчас мы будем делать опрос. Ради детей, чтобы детей вырастить в стабильной стране. Что делать в Мексику? Готовим видео. Всем привет, друзья. Асадбека Чинара, клиента американской компании Кристинский Партнерс Корпорэйшн с офисами в Мехико-Сити, в Тихуана и в Москве. Ребята из Кыргызстана, из Бишкека прилетели сюда 4 месяца назад, не успели влететь в Мексику, так как границы из-за пандемии были закрыты. Сейчас с июля все открывается, и они будут первые в Средней Азии, кто подаст на политическое убежище в Тихуана или в Мехикале. Мы сопровождаем полностью весь процесс. Они согласились посниматься в наших видеоматериалах. Сегодня у нас третье видео. Мы покажем, как происходит подготовка удаленно через скайп, вайбер и так далее. Сегодня мы идем в офис и снимаем всю процедуру. Надеюсь, вам понравится. Если вы запланировали эмигрировать в США через Мексику без визы, вам это видео точно пригодится, вы будете знать, как все происходит. Это нужно для того, чтобы кейс был настоящий, правдивый и, главное, выигрышный. Обратил внимание, друзья, что люди пользуются часто разной информацией, особенно кто хочет эмигрировать в США через Мексику, собирают из разных источников. Я вам рекомендую подписаться на аккаунт Twitter Дональда Трампа. Там самая актуальная и правдивая информация. Он публикует свое решение с разницей буквально 5-10 минут. То есть все, что связано с Мексикой, с США, с запретами и так далее, смотреть лучше там. Здравствуйте. Меня зовут Нанакин Игорь. Я член Международной ассоциации журналистов, а также консультант организации «Меград Котсалкинг». Наша организация помогает совершить эмиграцию или получить политическое убежище в другой стране. Сегодня у нас в студии Азад и Чинара. Они родом из южного киргизского города Баткена. Не видим будущего, стабильного будущего. Хотим уехать, поэтому жить ради детей, чтобы детей вырастить в стабильной стране, где развивается и где можно спокойно жить. Сейчас находимся в уединенном месте, в Башне Федерации. 18 этаж. Это закрытое такое помещение, непрослушиваемое. Обычно процесс происходит удаленно. То есть люди находятся дома и через скайп, вайбер или ватсап общаются с нашим психологом. Саша, привет. Привет, Илья. Что сейчас будет за процесс? Расскажи, пожалуйста, вкратце. Сейчас мы будем делать опрос, знакомиться с ребятами. Я буду задавать им вопросы для составления кейс.